Всем привет, друзья! Хочу в этом выпуске показать, какие две монетки у меня ушли на сайте Виолити. Это место, куда я выставляю лоты, там, где я регулярно покупаю монеты для своей коллекции. И сегодня я покажу вам две монеты. Первая монета – это, конечно, монета Украины, довольно редкая, пробная, 15 копеек. Мы видим в этой книге номинал, который сократили, который не пошел в оборот, но при этом были отчеканены пробные монеты, были отчеканены на разных металлах. У меня есть отдельный видеоролик на эту тему, можете зайти посмотреть. На Виолити представлены эти монеты в разных металлах по разным ценам. Не часто их выставляются одной гривны, но такое случается. Так вот, я выставил эту монету 15 копеек с соударением. Мы видим изображение этих 15 копеек. И я рассказывал, что такое соударение, какой-то брак, когда два штемпеля попадают, бьют друг по другу без заготовки, и после чего появляется вот такая вот монетка. Давайте посмотрим, как же выглядит монета чеканенная с бракованным штемпелем. Что, можно сказать, уникальность этой монеты? Именно в том, что мы точно знаем, что это оригинальная монета. Сейчас, конечно, технологии все развиваются, все больше и больше становятся каких-то довольно качественных подделок. И, к сожалению, все сложнее и сложнее нумизматом отличить, где оригинальная монета, а где неоригинальная. В данной монете мы видим, что присутствует вот такой брак, который, с одной стороны, может понизить стоимость монеты, потому что все хотят монету без брака, но, с другой стороны, является гарантией подлинности этой монеты. И так как даже в каталоге, даже в этой книге указана монета с таким соударением, то мы можем с огромной вероятностью утверждать, что это именно оригинальная монета. То есть 99% монета была чеканена на Луганском станкостроительном заводе. Много есть информации о том, как это чеканилось, как налево это чеканили монеты, для нумизматов, для коллекционеров. Но рынка этих монет сейчас мы не видим прямо огромного количества, что там по 100 монет выставляется. Потому что, на самом деле, их чеканили не так и много. Но я напоминаю, что будут появляться копии, как китайские, которые легко отличить и по весу, и по дизайну, так и какие-то профессиональные атлиты, которые делаются из таких копий с оригинальных монет. Эта монета продалась за 22 тысячи на Виолете. В принципе, я ее оценивал где-то тысяч в 25, потому что довольно приятно иметь такую монету в коллекции и действительно прикоснуться к истории Украины. Я всегда на своем канале говорю, что у нас не такая большая история нашей страны. У нас совсем немного ходят украинские копейки, украинские гривни. И только-только формируется вот такой вот нумизматический формат, когда люди коллекционируют именно эти редкие монеты. И поддержать такую монету очень круто в своих руках. Я недавно был в музее нумизматики в Одессе. И там, конечно, 15 копеек такие есть. Давайте покажу вам, какие еще бывают они. Бывают разновидности с тремя ягодами, которые делаются уже после и уже считаются разновидностью, скажем так, для заработка на коллекционерах. Тут мы видим 4 ягоды. Я недавно встретил на Виолете вот такую монетку. Это 15 копеек сделано было для коллекционеров, которые, видимо, не могли позволить себе в коллекцию положить оригинальные 15 копеек, потому что довольно дорогая монета. Действительно нужно копить деньги и, скажем так, заработать на такую монетку. А вот такая монетка с тремя ягодами. Видно было, что сделана она, конечно, под заказ. Есть определенные неточности, погрешности, но выглядит довольно-таки качественно. Даже на ягодках видим эти точечки, которые являлись браком. В книге указано, как их потом убирали. И вот такие 15 копеек у меня есть. Пока у меня нет оригинальной. То есть это уже отправляется новому владельцу. Я поздравляю его, это отличное приобретение. Возможно, у меня будет другая 15 копеек. Я взятом вам покажу в видеоролике. А это отправляется к новому владельцу. А эти 15 копеек я взял для того, чтобы показать вам в этом видеообзоре. Потому что на Виолете сейчас начали появляться. Вот такие вот копии, подделки. Для того, чтобы просто положить к себе в альбом. Заложить, скажем так, заложить свой пробел в нумизматическом ряду. Конечно, я показывал в одном из видеороликов даже заготовку на эти 15 копеек. Она стоит недорого. И можно ее подержать в руках, посмотреть. Вот так выглядит эта заготовка. Это латунная заготовка. В принципе, так как монеты планировались печатать большим тиражом, этих заготовок сделали довольно много. Там тысячами они вырубались. Но как только номинал сократили, заготовки, понятное дело, списали, переплавили. Ну, конечно, какие-то умельцы их отложили, не позволили им уйти в топку. И сейчас их вполне реально найти на нумизматических формах или на сайте Виолити. Вот так выглядит. Посмотрите, можно посмотреть. Это уже даже не заготовка. Заготовка это просто кружочек. А это именно рондель. Видите, он уже гурченый и, в принципе, готов для нанесения аверса, реверса и чеканки этой монеты. Следующая монета, которая у меня продалась на Виолити, это вот эта вот тетра драхма. Гляньте, замечательная монетка. Вот эти отверстия, это тискаты. Именно так проверяли тогда монету на то, подлинна она или нет. Из серебра или нет. То есть, если возникало какое-то сомнение, что монета может быть не из серебра, а может быть покрытая, то просто разрубали ее. И на некоторых монетах просто огромное количество таких надрубов, чтобы посмотреть, серебряная или нет, какая пластичность металла. Эта монетка также продалась. В целом, у меня это была монета первая в моей коллекции. У меня был обзор на нее. И, честно скажу, она мне дорога была тем, что она первая. Но я приобрел себе гораздо дороже в коллекцию. Если такую можно купить до порядка 5 тысяч, 5 с половиной, то я приобрел себе вот такую без надрубов. И, понятное дело, что цена у них сразу умножается в ценнике на 2 раза, на 3 раза, в зависимости от года монеты. И такую монету точно положите себе в коллекцию. Нужно копить как бы деньги заранее. И на заднем фоне вы видите у меня банкнота. Это банкнота из Одессы. Я прикупил на Стараконом рынке. В принципе, банкнота и банистика не моя тема. Но здесь эту банкноту мне заметил Сережа, Magic Money. Огромный привет тебе. Говорит, смотри, монеты как у тебя в коллекции. Тетрадрахма. Бери, потому что состояние нормальное. Ни гнуто, ни порвато. Плюс твоя льемонета. Это так и есть. И вот она здесь так изображена. Если вы формируете свою коллекцию и можете дополнять, например, у вас есть конкретные монеты, дополняйте их банкнотами и, возможно, марками или еще чем-то по вашей тематике. Получается довольно интересный тематический ряд. Вот мы видим, собственно, сова точно так же, как и на этой банкноте. Ну что ж. А эта конкретно монетка уже сегодня уезжает к новому владельцу. Я поздравляю его, потому что действительно приятно держать вещь, которая, скажем так, сквозь века прошла к нам. Причем довольно много серебра в ней. Это действительно историческая, интересная вещь. Ну что ж. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Поддержите его лайком. Обязательно подпишитесь на мой канал. Покупайте антиквариат. Развивайте свою коллекцию. Рекомендую зайти на мой профиль на Виолити, посмотреть, что там есть у меня интересного в продаже. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам было интересно. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Я буду показывать вам все новые и новые интересные монеты. Приобретать буду на Виолити, конечно же. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok